Дорогие друзья, братья и сестры, 12 июля заканчивается Петров пост, и тем днем мы с вами вспоминаем первоверховных апостолов Петра и Павла. Что же это были за люди, что это были за апостолы? Настолько дивный устроен мир, и Господь все устрояет своим промыслом, то совершенно разное по происхождению, по самобытности, по своим действиям, по своим даже способам богословия и нести евангельскую истину для людей, Господь устрояет и созидает эти стези. Мы лишь замечаем их по прошествию времени, вспоминая апостола Петра, который своим братом Андреем на берегу озера Генесарецкого занимался рыборством, то есть ловил рыбу сетями, своим отцом. Достаточно сложная работа, заработок небольшой, не всегда бывает улов. И в основном рыбачили там ночью, днем подчиняли сети, но, подойдя к ним, Христос сказал, что «И научу вас быть ловцами человеков», и, бросив сети, они пошли за ним. А вспоминая происхождение апостола Павла, тогда еще будучи Савлом из зажиточной, уважаемой семьи, из колена Вениаминова, в котором был царь Саул, в честь которого был назван Савл, получил замечательное образование, был хорошим книжником, знал Писание, фарисеем, а потом уже стал гонителем христиан, воспринимая христиан как некую секту иудейскую. Был присутствовал при казни первомученика архидиакона Стефана, страже одежду своих соплеменников, которые в это время избивали, побивали камнями. Потом решил сам вступить на стезю борения своими руками, пошел в Дамаск, чтобы уничтожать христиан. Явился ему Христос. Савл уверовал, стал Павлом. Два человека, две разные судьбы, два разных пути, но умерли в один день. Именно 12 июля Петр, Петр, как неизнатного рода, простолюдин, был распят верх ногами на кресте, а Павел усечен мечом, ибо он имел римское гражданство. глядя на эти замечательные шаги людей тогда еще пребывали. Один воочию видел Христа, пребывал с Ним. Павел никогда и не видел его. и услышал о нем лишь только после того, как вернулся в родную страну после обучения. Но оба имели единую цель всю большую половину своей жизни посвятя проповеди и даря людям эту божественную любовь. Через слово и направляя и исправляя нас, не даром их называют первоверховными, читая послания апостола Петра и апостола Павла, мы иногда понимаем, как будто это писал один человек, но из разных, разных уголков мира, но об одном и одной мысли, и одним духом, ибо благодать святого духа всесильные животворящие силы, которые направляют нас на встречу с Богом. 14 июля церковь вспоминает бессребреников, целителей, косма и демиана римских. Конец третьего века тяжелейшее время или христиан гонимы, мучимы. На императорском троне в Риме в это время царит Карин, жесточайший преследователь христиан. когда рано осиротев братья решили научиться искусству врачевания, учились исправно, научаемые своей матери Феодосией, они исповедовали Христа всеми своими силами и почувствовав силу врачевания в себе, пошли поселением, сотворяя добро и не беря за это плату. Вместе с исцелением тела врачевали словом, давая то, что необходимо было каждому человеку, знание о Христе и несли эту проповедь. узнав о них, завистники оклеветали их и отправили на суд к императору. Карин призвал их отречься от Христа и поклониться языческим богам, дав ему слово Божие император занедужил и шея его не могла повернуться. Если он почувствовал, что это был промысел Божий, восхвалил Христа тому и свидетельство и отпустил их. Продолжая свое благое дело, последний завистник, научаемый дьяволом, оказался их губителем. И это был тот лекарь-врачеватель, который их с самого начала учил их и зависти, и ненависти к ним, одержимой нечистым. Он призвал их лукаво на сбор лекарственных трав, разделил их, направляя одного в одну сторону, другого в другую, и по очереди убил их, побивая камнями. Достойная смерть каждого христианина положить душу свою за Христа. Ибо мученичество за Христа и ради Христа – самая благая смерть, которую может только для себя представить христианин. ибо всякая жизнь заканчивается. Исцеление тела – это лишь показывает нам о том, что тело наше бремное, а душа может страдать. Вот страдание души намного опаснее, ибо эта болезнь лечится только покаянием, и именно к покаянию и принятию Христа в свое сердце призывали все святые и именно Косма и Дамиан Римские. Положение Бавлова Валахерния Ризы Божией Матери. Два благочестивых мужа Гальбе и Кандид отправились в Палестину в паломничество дали поклониться и побывать на святых местах. Придя в селение были с Назарета они переночевали у одной очень престарелой еврейки, у которой в углу теплились светильники, и она бережно относилась к некой вещи. Долго не расспрашивали ее, что за святыню ты у себя хранишь. Она не открывала свои уста и не рассказывала об этом. но наконец она им поведала, что передалось ей от другой девы некая одежда, риза, которая принадлежала самой Божьей Матери. Было предание, чтобы передавать эту ризу только девственной женщине, которая передала бы другое. И так она хранилась бы с поколения в поколение. И когда придя обратно, они рассказали об этом в Константинополе, и риза уже после этого торжественно была перенесена в Лохернский храм. Также его можно назвать Тихвинский, в честь иконы Божьей Матери Тихвинской. Через много времени, когда Аскольд пришел с войной в Константинополь, жители, взяв благочестиво ризу Божьей Матери, обошли вокруг города и омочив в Босфоре край ризы. К тому времени уже к этой ризе присоединился пояс Божьей Матери. После этого произошли события, которые никто не мог даже предречь. Аскольд решил креститься. Он ушел с миром, заключив не только союз, но и породнившись. Удивительные дела творятся в Божьем мире. И только через многое время мы начинаем только зерцально понимать, насколько премудро все Господь устроил, и что святыни остаются не для самобытности своей, а именно для несения промыслу Божьего и осчисления ожидаемого. Сказание о Боголюбской иконе гласит, что именно вот так, во весь рост, со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю, Пресвятая Богородица явилась благоверному князю Андрею. Случилось это в 1155 году, неподалеку от города Владимира, когда Великий князь вез икону Божьей Матери, нынеизвестную как Владимирская, в Ростов. Ему явилась Богородица и повелела свою икону оставить во Владимире, а здесь, на месте ее явления, возвести монастырь. Исполняя обетование Божьей Матери, князь заложил каменную церковь. Монастырь и город, образовавшийся вокруг храма, он назвал Боголюбовым, потому что, по его словам, Божья Матерь возлюбила это место, а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбским. И вот как бывает, когда мы с вами возжигаем свечу вновь вожженная свеча одаривает нас тем же светом и теплом, что и та свеча, от которой она была вожжена. Вот так бывает и с святыми иконами Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Издревле существует обычай делать копии или списки чудотворных икон Божьей Матери, которые, будучи освящены у первообраза чудотворные иконы воспринимают ее благодатную силу. Один из таких списков в конце 19-го столетия был принесен и на Симбирскую землю. В 1892 году в селе Ивановка в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы был заложен храм, а спустя шесть лет освящен. Как боголюбивые паломники шли пешком с любого места в нашей области. И вот как рассказывали старожилы, мне лично, они уже может сейчас покойные что за три дня до празднования Боголюбивой в село Ивановка кого везли на телегах больных, кто на колостылях шел, кто полз к этой иконе, кто шел сам. И настолько в это село, как оно не очень большое, приходило народу, что, как говорили, яблоку не было где упасть. Более ста лет молясь Богородице перед ее Боголюбивым образом, люди получали просимое. Настали лютые богоборческие времена. В 1961 году храм села Ивановка был закрыт. И эта участь трагическая постигла и этот храм. И все иконы, вот тоже такие величественные, которые были написаны на золоте в этом храме, они были вывезены в неизвестном направлении. А саму Боголюбивую они побоялись безбожники уничтожить, потому что она была очень почитаема не только в нашем регионе, даже во всем по Волжье. Они побоялись ее уничтожить и отдали в запаснике Краеведческого музея. Так икона была спасена от гибели. В 1991 году по благословению покойного митрополита Симбирского и Меликесского Прокла и по многочисленным просьбам верующих Старомайнского района святой образ крестным ходом был перенесен в село Старая Майна в Богоявленский храм, где он находится и до сего времени. И когда я ее увидела, это, я не знаю, вот действительно все пали на колени и вот даже я сейчас рассказываю мурашки бегут и вот от самого нашего перекрестка в Старую Майну действительно все на коленях стояли, ее несли и мы все под ней вот так вот проходили. Потом забегали вперед еще, еще, еще. В день празднования боголюбского образа в Богоявленском храме, где хранится эта чтимая икона Божьей Матери, было по-особому торжественно. Божественную литургию совершил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф в сослужении епископа Меликесского и Чердоклинского Деодора. По окончании литургии перед образом Царицы Небесной духовенством было совершено молебное пение. Спасти от бед рабы Твоя Богородица и овощи свободе припекает. В завершении богослужения владыка-митрополит поздравил преосвященнейшего епископа Деодора духовенство и прихожан храма с днем празднования иконы Божьей Матери именуемой Боголюбская. Удивительное название у этого образа Боголюбская Боголюбивая. Это название говорит о любви Божьей и о любви Матери Божьей к нам. И вместе с тем призывает и нас с вами возлюбить Бога. Епископ Деодор поблагодарил владыку Иосифа за то, что он приехал в этот святой храм молитвенно разделить со всеми радость праздника. После покойного митрополита владыки Прокла вы первый митрополит, который возобновил эту замечательную традицию, потому что покойный владык Прокла не пропускал ни одного праздника. Каждый год совершал здесь праздничное богослужение. Поэтому еще паки и паки благодарим вас за вашу любовь Пресвятой Богородице, за вашу любовь к нам, чадам вашим и за ваше усердие. Прощаясь с этим старинным сельским храмом, расположенным на берегу реки Майна, с его благодатью и теплотой, с его ухоженными цветниками и садом, увозишь в своем сердце мир и покой от общей молитвы с архипастырями и духовенством, а также надежду на возвращение сюда, к этому святому образу. Здесь каждое воскресенье утром перед иконой совершается молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы Боголюбивой. Наталья Шуплецова, Симбирская Митрополия. Чудотворец Андрей Блаженный родился в Симбирске. Святой ходил по его улицам, он осветил эту землю своим подвигом и своими молитвами. О нем нужно рассказывать, говорить о том, что у нас такой здесь святой, который слышит о чудесах, о помощи. Святой скончался в 1841 году, но с самого момента погребения и до сегодняшнего дня люди почитают его как молитвенника за всех, кто к нему обращается. Сколько прошло, очень много людей исцелялись, переходили и до сих пор идут. И он всем помогает. Каждое воскресенье в 17 часов в Спасовознесенском кафедральном соборе города Ульяновска совершается молебное пение с чтением Акафиста перед святыми мощами блаженного Андрея Христа Ради Юродивого Симбирского Чудотворца. Принять участие в совместной молитве, попросить помощи и заступление у небесного покровителя града Симбирска может каждый. Воскресенье 17 на мир. Дорогие братья и сестры, нам часто задают вопросы. Вот сейчас время, когда студенты сдают ЕГЭ, в этом году они позже сдают на один месяц. Естественно, все задают один и тот же вопрос. Каким образом нам можно получить благословление Божие? Не является ли это корыстью, когда мы просим у Бога каких-то таких чисто мирских моментов? Вы знаете, я все могу сказать из личного опыта. Когда в свое время я поступал в институт, я все время вспоминал знаменитого святителя, был такой святитель один, Серафим, которого даже в Болгарии почитают по фамилии Соболев. Так вот, самое интересное, что он в свое время, когда поступал в духовную академию, очень сильно переживал, он знал только один всего ответ на один вопрос. Он очень сильно молился Богу, Господи, дай мне, пожалуйста, чтобы попался этот билет. И на другой день приходит, сдавать экзамен, берет билет и попадается именно тот самый. В этом нет какой-то корысти. Понимаете, иногда мы с вами, может быть, даже хорошо, что такие моменты, мы чувствуем свою слабость, потому что мы нуждаемся в помощи свыше, мы нуждаемся в божественном благоволении. Вот так вот, когда я поступал в институт, я точно так же очень сильно переживал, хоть и учил, я молился, чтобы, конечно, мне попался не какой-то конкретный билет, но я молился о том, чтобы попал тот билет, который бы помог мне правильно раскрыть свои знания. И так оно получилось, я сдал экзамен на 5, потом перед следующим экзаменом опять пошел в храм, опять так же истово молился, молился дома, и второй экзамен тоже сдал на 5, и также благополучно написал сочинение, попал в институт. Поэтому до сих пор все, кому говорю, я все время говорю так, меня Господь привел в институт. Так вот, есть ли в этом какая-нибудь корысть? Никакой корысти нет. Господь всегда говорит, в Священном Писании особенно, вспомните, например, слова из Евангелия, где Господь говорит о том, что чтобы радость была совершенна, вы не просили ничего, просите о том, чтобы радость ваша была совершенна. Потому что мы с вами нуждаемся не только в каких-то духовных, высокодуховных каких-то вещах, мы порой нуждаемся в каких-то внешних проявлениях. И поэтому просить у Бога того, что для тебя важно, это не зазорно, это правильно, потому что тем самым мы получаем определенный ответ на наш вопрос. Господь нам дает некое вразумление, и потом мы все это используем, и потом для нас служит определенным хорошим уроком. Так вот, каким уроком для меня было поступление в институт? Я всегда считал, что это великая милость Божия ко мне, и после этого стал ходить в храм гораздо чаще. Даже вы будете смеяться, завел специальный журнальчик, где записывал, что я должен прийти в храм в течение месяца не меньше двух раз. В конечном итоге, когда я пришел в церковь, стал ходить чаще, для меня открылось христианство, и я потом очень сильно захотел стать священником. Но это уже другая история. Поэтому, дорогие мои, всегда просите Бога, потому что Господь говорит в Священной Евангелии. Просите и даст вам, толците и отверзится. Так что не переживайте и просите Господь милостив. Что есть догмат? Непреложная истина, установленная церковью. Догмат бывает только теологичным, то есть только о Боге. Мы не можем назвать догматом какие-то естественные вещи, которые точно-точно происходят. Например, восходит солнце на востоке, а заходит на западе. Но к Богу это отношение не имеет, кроме того, что это по промыслу Божию и сотворенному Богом. Но именно о Боге. Тогда это будет догмат. Как они появлялись? Ранние христиане, одухотворенные благодать Святого Духа, ни в чем не сомневались. Вера их была чиста и открыта. Со временем, с веками человек пытливым умом начинал размышлять, как именно устроена Божия промыслительность, сама сущность Бога. И как между собой ипостаси взаимодействуют. Какое отношение имеет Сын к Отцу, а Святой Дух к Отцу и между Сыном и Святым Духом. Таким образом, чтобы унять всякие разногласия и появлявшиеся ереси, как, к примеру, в IV веке, в 325 году собрался Первый Вселенский Собор для рассмотрения ереси орианства. Ибо Александрийский священник Арий утверждал, что Сын не есть истинный Бог, а лишь творение Божие. И было время, когда Сына не было. Итак, в течение многих веков, начиная с Четвертого, я заканчиваю последним Вселенским Собором в 787 году, который рассказывал и рассматривал вопрос об иконопочитании. Церковь утверждала богоустановленные истины соборно. Не просто как-то вот выбирая рандомно или измышляя, чтобы выкрутиться и как-то ответить на непонятные вопросы, а именно теологические. А Духотворенные, Благодать Святаго Духа устанавливали эти точные догматы. Сколько их? Много. Основные. Церковь принимает примерно официально 19 догматов. Догматы о воскресении мертвых, о сотворении мира, о Рождестве Христовом, о том, что Троица трипостасна, что Сын извечно рождается, а Святой Дух извечно исходит от Отца Бога, о Преснодевстве, о Пресвятой Владычестве нашей Богородице и Преснодеве Марии. И множество тех моментов, когда человек, сразу открывая для себя текст догматов, понимает его и воспринимает веру в такой как бы упрощенной, но понятной форме. самая доступная для нас форма догматов, они описаны в катехизисе, который в них и содержит. Там рассматривается символ веры, молитва веры, которую мы с вами читаем каждый день, состоящая из 12 частей, и каждая из них рассказывающая именно о том, как точно воспринимать веру, как правильно ее, дабы не искажаться и не уходить, не удаляться от истины. Открывая труды Иоанна Дамаскина, его книга как раз и называется «Точное изложение православной веры», которая писана неимоверно много веков назад, но для нас она открыта и ясна как ребенку, так и ученому человеку. Догмат – это общепринятая истина. и не воспринимается оно только одним человеком, а другим не будет восприниматься. Иногда бывают вопросы богословские, которые может один теолог трактовать так, а другой по-другому. Но это допустимо, когда в итоге этот теологумен, то есть вывод теологический, не противоречит догматической истине. Например, такие моменты можно рассмотреть о происхождении душ. Одни говорят, что шестой день закончен, а в седьмой день Бог почил, души уже не сотворяются, они уже сотворены были ранее. А другой скажет, нет, душа сотворяется сразу, как только начинается человек. Суть дела не меняет, ибо цель наша – это спасение. И в деле нашего спасения это принципиальное значение не имеет. А имеет лишь только то, что правильно восприняв веру Христову, мы не искажаем ее своими мудрствованиями или домыслами, а открываем для себя тексты догматов и правильно воспринимая веру, правильно веруем во Христа. ай-минь. Субтитры создавал DimaTorzok